Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Григорь Эджот, и добро пожаловать в проект iSSS в Майнкрафте. В общем, давно новых выпусков у нас не было на канале, в общем, это связано с тем, что я был на даче, а скорость интернета не очень сильно позволяла загрузить видео. При этом уже были, можно сказать, плохие метеоусловия, то есть, из-за чего приходилось выключать ноутбук и роутер, чтобы ничто не сгорел, можно сказать, из-за грозы. В общем, я однажды вам это объяснил, однажды в видео про новый район Гагаринский. То есть, я делал еще и посты в группе iSSS в ВКонтакте, ссылка на которую я оставлю в описании под видео. Что хочется показать в этом видео? Сегодня я нахожусь на проспекте Ленина, пересечении улиц, пересечении данного проспекта, а также с улицы Артема. Пока видео не было новых про Айсадовского, у нас появились также баня секретопеканки, Айсадовский государственный университет, там же общежитие стоят, правда, вряд ли мы это видим здесь. Также добавил тип, любимую мною одиннадцатиэтажку, которая запрещена пристроями в Москве. Я, честно говоря, немного влюбился в свой дом, который я сделал, по индивидуальному проекту. Почему? Ну, потому что есть пристрои, в котором можно сместить магазик. И для меня, возможно, для меня... То есть, если раньше я в Москве как-то проразился, это, можно сказать, эта штука, не такому подходу, то сейчас я в Москве привык и полюбил в Москве этот вариант. В общем, пока меня не было, здесь появилась пятерочка. Книжный магазин Нацукья. Ну, наверное, кто-то уже узнал, судя по отцу, и там вот две надписи. Так же повезет дворец культуры имени Кирова. И вот всё. Рабанин и универ, я сказал, иду с общежития. Крутка о планах, это у нас дальше будет гостиница Славянка, если, конечно, она будет. И, возможно, я, можно сказать, сделаю торговый комплекс. И на этом, возможно, этот Пономаревский район будет закончен. И я тогда, может быть, на всех парах начну работать над Кировским районом или Фрудзенским районом. Название пока же ещё не определился, хотя однажды я решил, что будет Кировский район. Итак, чтобы не зря видео не прошло даром, я хочу, можно сказать, продемонстрировать вам баню секретной прикази. Точнее, можно сказать, показать её, как она выглядит снаружи, точнее, внутри, извиняюсь. Снаружи вы могли видеть, судя по фотографиям, в группе PSS.vk, в описании. И, скажу, постепенно добавлю от себя то, что я добавил, так сказать, текстур пак Facebook на версию 1.14. Хотя, изначально, я, так сказать, пока что не хотел ставить, но, тем не менее, я это сделал. Что у нас снаружи? Снаружи у нас встречает гардероб такой вот, небольшой. Две кассы, где можно купить билет на сеанс в баню. Сидения. Дальше идут у нас такие вот декоративные вставки по типу дерева. Тут у нас компост, компостница точнее, мусорные урны. Дальше у нас идут проходы в отделе, извиняюсь, в отделы. Тут у нас мужское отдел, тут женский отдел. Буфет, здесь можно перекусить после сеанса. Тут у нас, типа, всякие, так сказать, вкусняшки везут. Ладно, давайте зайдем посмотрим отдел. Зайдем в мужское отдел, потому что на моем канале большинство подписчиков это, можно сказать, пацаны. Ну, забавно. Тут у нас такая вот раздевалка. Снимаем одежду, вот. Наверняка у кого-то уже в флешбеке, наверное, пошли. Откуда, я не скажу, потому что многие, наверное, сейчас догадаются. Тушь, такой вот. Тут у нас сливный коллектор из резного каменного кирпича. Масковые фонари, точнее, я помню. Туалет, женский и мужское. Правда, они одинаковые. Две раковины, две кабинки, все. Также я обозначил, что розовая керамика, там, женский отдел. С голубой керамики, тоже, мужское. И сам главный вход в баню. Точнее, в парилку. Тут у нас опять, также, сливные коллекторы. Тут у нас можно посидеть. Также у нас вода, там, типа, может помыться. Парилки у вас, мужская жена. Одни одинаковые, просто отзеркали у вас. Тут такая печка. Вот, сидушки. В женской парилке, там, то же самое. В общем, вот так вот выглядит баня. В бане секреты перекартки на проспекте Ленина. В общем, про окрестности я, можно сказать, сказал все. Ну, теперь, ну, так же хочу напоследок от себя добавить то, что давно не было выпусков на канале. Хотя, я об этом говорил, конечно. Но, хочется немного повторить. Звучит как бред, но, ну, хочется ответить, почему не было новых видео на канале на протяжении всего июня. Про аэссанс, точнее. Потому что, во-первых, дачный интернет, можно сказать, оставляет желать лучшего. У меня там МТС, можно сказать, 4G модем стоит, но скорость до 10 мегабит в секунду. Бывает, что это падает до 3. И это, можно сказать, раздражает. Да, в принципе, тем более, загрузить нормально видеоролик, типа, примерно, про хронометражную продолжительность, извиняюсь, примерно 5-7 минут, как, например, тот ролик про аэссадос, который сейчас вы смотрите. Загрузить, ну, можно сказать, не особо получается с первого раза. Было так, что во время загрузки видео у меня просто соединение тупо слетает. И все. А про метеоусловия. Ну, все дело в том, что у меня однажды 24-го числа в пятницу так уж произошло, так уж вышло, то началось, прошли дожди с грозой, и мне приходилось так же выключать ноутбук, зарядник и так же модем, ну, точнее, USB, извиняюсь, роутер, точнее, Wi-Fi, ну, чтобы молния не попала по нему, не гигал, так сказать, не произошел кирдык. От кирдыка подозревается то, что, типа, все, типа, молния попала, и ноутбук больше не работает, не колышет. Ладно, друзья, на этом у меня пока что все, и в заключении, ребят, я хочу показать один интересный факт. В общем, есть факт в том, что вот идет вот у нас улица Ворошил, вот у нас трамвайные пути. Факт в том, что до сих пор вот пустые остались, тоже вот на этой части улицы. Дайте, можно сказать, а все потому, что у меня нету идеи, что построить ее. Я, можно сказать, ничего не задумывал в плане того, чтобы построить грудь на этой улице. Да и, возможно, скоро ее переменула. Ну, это не связано с телекоммунизацией, а просто, ну, такая маленькая улица, которая еще и у нас стрима Ворошил. Ну, возможно, и маленькая, может быть маленькая, а может я просто ошибаюсь. В общем, пишите тогда идеи в комментариях под видео, что построить на данной улице. Ну, и, в принципе, идеи для города в целом. Ну, что ж, на этом можно заканчивать ролик. Наш ролик подходит к концу. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на мой канал. Также заглядывайте ко мне в чат в Телеграме. Ссылка в описании. Также залетайте на Сиро Дискорд, а также в группу ВКонтакте, где я также публикую новости. А также не забывайте чекать группу про эстасов ВКонтакте. Ссылка в описании под видео, где я публикую новости города. Что ж, с вами был Грегор Эльджер. Спасибо всем за внимание. Всем пока.